Хорошо, друзья, дорогие, если вы помните мои проповеди, о чем я сейчас говорю, то сегодняшняя моя проповедь, я ее назвал последствия того, чем мы себя наполняем. Помните, в прошлом собрании я говорил о том, что 22 стих, второе послание Тимофея, вторая глава, 22 стих, 2-2-2-2, говорит о том, что не наполняй себя этим, а наполняй себя этим. И вот как раз эта проповедь, она побудила многих этих вещей говорить. Давайте возьмемся чуть раньше. Давайте откроем описание, прочитаем, а потом чуть-чуть сделаем маленький повтор, очень быстро. Это второе послание Тимофея, 3-я глава, 1-й стих. Второе послание Тимофея, 3-я глава, 1-й стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. К таким принадлежат те, которые вкрадываются в дома и тому подобное». Ну хорошо, давайте остановимся на 5-м стихе. И у меня вопрос. Вообще, о каких людях говорит апостол Павел? Тех, которые в церкви верующих, или о тех, которые на улице? Ну конечно, что те, которые на улице, потому что в церкви таких «не-не-не-не-нету». Там все «да-да-да-да». Но если бы не было 5-го стиха, я бы согласился с такой мыслью. Но 5-й стих мне говорит, что эти люди, которые знали Бога, которые были наполнены благодатью, а потом сознательно от нее отказались. Аминь. Какая тишина. Это мы что, в зеркало посмотрели? И 2-й стих начинается, говорит о том, что «Тимофей, сын мой, учник мой, будь силен в благодати. Стой в благодати, расти в благодати, упражняйся в благодати, наполняйся благодатью Божией, раздавай благодать Божью. И найди тех людей, кого ты можешь научить. Тех, которые способны научиться от тебя и другим передать. Иисус Христос умер так рано, ушел с этой земли так рано. Ну, сделал так мало. Ну, 12 учеников научил, и то один отпал. Ну, вообще неудачник. Ну, мог бы еще пожить, хотя бы еще 33. Ну, ладно, уже 66. Ну, может, еще 12 научил бы. Иисус, ну, почему ты так мало? Почему не больше? Почему у тебя не толпа? Ну, мы же привыкли. Нам тогда помещение чем побольше, людей чем побольше толпу. Вот, смотрите, какой я, я успешный. Он научил 12. И он показал, что среди вас могут быть люди, которые могут отпасть. Поэтому вы бодрствуете. Но этих 11, которые остались, перевернули весь мир. Потому что толпа сегодня кричит, «Асана! Благословен грядущий во имя Господне!» А буквально через три дня распни его! А этих 11 распинали, и они после себя рождали тысячи. И в этом свидетельстве, которое я сегодня поставил, это воспоминание еще другого мальчика, который слышал разговор ученика с учительницей. Извините, учительница, я не могу сказать на ваши слова «да», потому что мы здесь не только двое, здесь Иисус среди нас. Он слышит. Я не могу Его предать. Я не хочу быть предателем. Иисусу не надо толпа. Иисусу нужен один, кто способен взять Его благодать в себя, жить этой благодатью, передать ее другим людям, и чтобы другие были спасены и пришли в Царство Небесное. А они спасут еще больше. Потом, помните, мы пропустили, посмотрели с вами, что мы сосуды, и мы все были сделаны из глины, но кто-то опустился и стал деревянным уже каким-то сосудиком, но еще не выброшенным. А другой, вот его обжигали, обжигали, и он стал золотым сосудом. И Бог призывает нас, чтобы мы смотрели за собой, бодрствовали и себя представили сосудами серьезными, твердыми. Вот для Бога на всякое доброе дело всегда быть готовым. И после этого сразу Бог предупреждает, пожалуйста, не наполняй себя удовольствиями, те, которые юношескими, ну вот такими, ну, тот не был молод, тот не был глуп. Извините, это не христианское выражение. Потому что, если став юношу в начале пути его, и он не упадет, он не сойдет с этого пути, когда даже постареет. Почему нам наших детей пихать в грязь, пихать в ад, а потом молиться, их вытягивать оттуда? А что, нельзя их, ну вот, поддержать, научить, показать, особенно пример. И они видят, как папа-мама в общении с Богом, стоят на своем месте, идут вперед. И когда эти дети вырастают в благодати Божией, они не были в грязи, они не знают, что такое наркотик, они не прошли разврат, они этого не прикасались. И когда было такое, в одно время, там, мои дети старшие, ну, пару раз ходили в кино, и я узнал. И они приходят в кино, я спрашиваю, ну, какую проповедь слушали, на какую тему? Какого духа получили сегодня? Потому что любая информация, она имеет свой дух и свою силу. Вот то, что сегодня нам сестра Таня объясняла, это очень серьезно, очень важно. Я сразу согласился на ее, чтобы она объяснила нам. Естественно, что если нету новости, надо придумать новости. И поэтому Бог нам говорит, не наполняй себя тем, а наполняй себя тем. Помните мы, вы выучили уже 2.222, Тимофея 2.222, выучи наизусть, юношки с каких похотей убегать, одержись правдой, верой, любви, мира, с теми, кто Господа славит, служит от чистого сердца. Советую вам всем знать этот стих наизусть. Это 100%. И потом, помните, мы говорили, за те, которые особенно копаются в блогерах, там сейчас блоги читают, и всю вот эту вот негативную информацию в себя хлебствует. И это верующие люди, которые хорошо выглядят. И потом начинается 3 глава 2 послания Тимофея. А вот в последние времена люди будут, почему, Господи, да ты что, они же, смотри, какие верующие, смотри, какой святой вид. Да, но они силы отреклись. Они будут иметь вид благочестия, а силы Божьи, они просто ее сознательно оставили. Они сказали, что им этого не надо. Это не модно. Это было когда-то. Я знаю одного проповедника здесь, на Аляске, пригласили его проповедовать. На пасторской конференции. И Господь действительно благословит эту проповедь. И старшие служители подошли, со слезами благодарили Бога, молились, пожимали, пожимали Ему руку. Те, которые молодые, ушли и сказали, это вообще, это не современная проповедь. Это старое, консервативное христианство. Уже так не надо проповедовать. Я благодарю Бога за вчерашнее собрание там, у Белого дома. Есть в Америке люди, которые говорят, черное, а это белое. Грех – это черное. Покаяние и перемена жизни полностью. Не то, что сказал в молитве, Господи, прости, и все уже нормально. Уже в небеса улетел. И вот когда, друзья, мы вот в таком легеньком христианстве остаемся, то слова апостола Павла к Тимофею, как предупреждение, а не к нам сегодня. Берегись этих людей, не общайся с этими людьми. Обличил, сказал, уйди, потому что они еще тебя за собой увлекут. Ну да, можно, ну то можно, ну это можно, ну все по чуть-чуть можно, ну можно идти отдохнуть, ну расслабиться. В чем расслабиться? С чем? От чего расслабиться? Библия говорит, бодрствуйте, припояшитесь, а не расслабляйтесь. Церковь, наше время сегодня, это время духовной войны. Мы как раз пришли в эту фазу, когда нам надо не расслабляться, а стать твердо. И я не хочу, чтобы никому не были адресованы слова 2-го послания, 3-й главы, с 1-го стиха по 4-й, чтобы никто ни один не вошел в это не. Давайте сейчас откроем послание, извините, послание, не послание, а книгу Ездры. 8-я глава, 21-й стих. Ездры, 8-я глава, 21-й стих. Я подожду, пока вы откроете. Помните, да, что мы сосуды Господни. Если мы себя наполняем, ну новостями, так скажем, да, или горестями. Это не столько новости или горестей, это просто дьявольская информация для того, чтобы запудрить здравые мозги. И что о непроверенной информации, то не то, что новости сейчас не проверяются. Как получить сегодня докторскую степень по какой-то области образования, стать доктором каких-то наук? Надо написать просто-напросто книгу приблизительно на 300 страниц. И вы сдаете эту книгу, она, не знаю, проходит или не проходит в цензуру, но вы получаете доктора. А оказывается, что, скажем, в последнее время эта информация уже точно подтверждена в том, что никто этих книг не читает. Это просто раздаются бумажки доктора. Когда мы, когда я учился здесь, в одном бюлейском последнем заведении в Вашингтоне, и мы уже закончили, получили дипломы, нас собрали, группа, почти все служители в этой группе были, и старшая группа говорит, ну, братья, я побуждаю вас идти дальше учиться, чтобы получить докторскую степень, а то среди нас нет ни одного доктора. А я так, ну, говорю, вы что, братья, спросите, вот, около меня сидит. Помните, у нас был здесь Виталий Маркович, жена его здесь с длинным волосом таким белым рассказывала свидетельство. Вот в начале августа семья здесь была. А он вообще ветеринарный доктор. Я говорю, Виктор, встань, чтобы все увидели, это доктор среди нас. Все, Виктор, ты доктор? Говорю, да, ветеринарный. Ну, они засмеялись и сели. Понимаете, просто даже вот, когда вы кого-нибудь слушаете или читаете, вот сейчас выступают доктора, то они, возможно, просто действительно, если даже в ветеринарии, это уже хорошо. Они могут быть ни в чем, не доктор, просто-напросто, понимаете. То поэтому я вам говорю, почему так важно нам, как христианам, бодрствовать, и чтобы мы духом слышали, чувствовали, смотрели, иметь с ними дело или не иметь, разговаривать, не разговаривать. Потому что вид может быть очень хороший, бумажек очень много, названий там, титулов, целая куча. Но кому это надо? Если это, вот как мы начали в парке молиться, и пришли, и там за руки нас берут, с нами стоят в круг, начинают молиться, а как только там у них начинали, они побежали туда. Но, в принципе, они не смогли даже с нами молиться. Мы только начали молиться, они и убежали, потому что они были просто-напросто из тех же, которые пришли делать беззаконие. Хорошо, если вы уже открыли послание, Ездры. Восьмая глава, двадцать первый стих. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучия, пути для себя, благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, то мы, говоря с царем, сказали, «Рука Бога нашего для нас, прибегающих к Нему, есть благодеющие, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Итак, мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас. 28 стих. «И сказал я им, «Вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброохотное даяние Господу, Богу, отцов наших. Будьте же бдительны, и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме в хранилище при доме к Господним. И приняли священники и левиты взвешенные золото и сосуд, серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим в дом Бога нашего». Ситуация, извините, очень нелегкая. Приблизительно почти 70 лет кто-то из них уже был, кто-то был немножко меньше в Вавилонском плену, в рабстве. А помните, когда Наухадносор выселял Иерусалим, он забрал все оттуда и принес к себе. Вообще это делали всегда цари, потому что они понимали, что вот чем больше у него богов, тем он богаче, тем больше у него защиты сверхъестественной. И они забирали божество, богов и все принадлежности этим богам, и у себя строили капище с этого. И вот получается, евреев забрали, забрали все с Дома Божьего, и никто ничего не трогал. Этих сосудов, этих там всех священных принадлежностей никто не трогал. Тронул только один единственный человек. Как его звали? Если я не ошибаюсь, не Дарий был и после него. Нет, Наухадносор папа, это сын его. Балтасар. Спасибо, Юра. Правильно. Балтасар только один, он тронул один единственный раз эти сосуды и сразу увидел стену, которую пишут на стене. Ты взвешен на лицах и найден очень легким. И когда никто не мог разгадать, что пишет рука, нашли Даниила. Мне нравится разговор Даниила с Балтасаром. Ну, тебе будет там золотая цепь на шею, полуцарствует, но потом мне, слушай, забери себе эти награды. Не надо мне ни твоей цепи, ничего мне не надо. Ты знал, что сделал твой отец. Ты знал, как он возгордился. Ты знал, как Господь смирил твоего отца. Ты все это знал. Почему ты тронул сосуды Дома Божия? Посмотрите, как Бог над каждым своим сосудом, вот абсолютно за каждой вилочкой, ножиком, за каждой мелочью, Богу не все равно никто и ничто. Все то, что Божие, не цап-цап, не тронь. Потому что Бог проявит свою ревность. Говорит, за то, что ты коснулся сосудов Божьих, сегодня царство у тебя будет отнято от тебя. Ты умрешь, и царство будет разделено. Это твой сегодня последний вечер. Понимаете, вот как работает Господь. Вы думаете, если сегодня кто-то касается церкви, там, кого-то берут в тюрьму, кого-то там преследуют, это все, это, нет, это не шутки. Это касается заницы ока Божьего. Я благодарю Бога за это, мне это радует. Понимаете? Ну, а как еще с нами церковь, извините, мы зажирели здесь духовно и физически, по-всякому зажирели. Слушай, костюма не хватает, это уже, размеры увеличиваются, на все стороны. Сколько Бог может терпеть? Слава Богу, за то, что Он у нас будет. Прошло время. Господь поднимается, говорит, царь, тир, жалко, что Он не знает меня, хотя Он мой сын. Просто вот эти вот такие вены, они настолько меня ободряют, как неверующие люди работают на Господа. Как вот эти вот гонители, как они вообще делают рекламу для церкви. Как они вообще, они больше сегодня миссионеры, эти полицаи, как церковь, сегодня церковь спит, ну, сказали не ходить, сказали закрыть церковь. Они просят больно поменять церковь. Говорю, зачем вам больно поменять церковь? Вам же людей там нету. Туда люди не ходят. Закройте двери, выключите отопление, перекройте воду, чтобы у меня ничего не замерзло, и все будет нормально. Зачем мне пахать на вас просто так? Работайте, чтобы люди были спасены, а не церкви красивые строились. Они вместе сгорят совсем на свете. Они вместе сгорят и вот пришло время. И Господь поднимает опять своих священников. Рабы поднимаются, а им приносят, отдают абсолютно все Божье. И священник Яздра говорит, мне стыдно было просить охрану, хотя всякое может быть. Говорит, но мы объявили три дня поста и молитвы. Они пришли, они уже вышли, они уже на пути. Они оторвались от всех этих насиженных мест. Извините, там некоторым жилось так хорошо, что они никак не хотели идти в Иерусалим. Потому что опять надо начинать сначала. А у них такое нагретое местечко, так хорошо им живется. Они пришли к реке. Не на берегу. У них шатер над головой какой-нибудь, только чтобы их дождь не мочил или солнце не полило. Но они взяли три дня поста и молитвы. В таких условиях. И мы знали, что наш Бог, Он нас сохранит, Он нас проведет. И вот этот 28 стих меня очень радует, побуждает. Вы святыня Господу. И сосуды, и все, что... Это все святыня Господу. Знай, как к этому относиться, как этим пользоваться. И когда придете, вы отдайте священникам для дальнейшего служения. Для чего они предназначены? А сейчас, дорогой мой брат и сестра, мы каждый из нас, мы святыня Господня. Что мы слушаем? Что мы смотрим? Что мы читаем? Чем мы себя наполняем? Мы наполняем любовью, миром, Божьим помазанием, благодатью? Или мы наполняем себя удовольствиями? Такими легкими, такими вот, ну... Чтобы завтра опять такого хотелось? Или наоборот, чтобы завтра еще голова болела? И потом мы приходим и становимся в категорию не-не-не-не-не-не-не-не-не. Потому что я отрекся силой Божией. Я отрекся Божьего помазания. Я отказался от того, чтобы сегодня бодрствовать и исполнять Божью волю. Кто я? Или я взял свой сосуд и отдал Богу? Господи, пожалуйста, делай со мной все, что тебе угодно. Но главное, чтобы я был твоим сосудом. Угодным тебе, Владыка, на твое всякое доброе дело. И мы видим потом дальше, что они все пришли в Иерусалим. Они все это принесли и все отдали Господу, священникам для служения Господу. Поэтому, друзья дорогие, мы призваны Богом не для того, чтобы приходить в воскресенье и сидеть на скамейках. Мы призваны Господом для того, чтобы быть Его орудием, Его сосудами. Я призываю вас, дорогие, пожалуйста, помните это, живите в этом, служите этим Господу. Ни в коем случае не расслабляйтесь и ни вправо, ни влево. Господи, вот я и Ты, мое личное отношение с Тобой. Господь хочет изливать свои дарования. В какой сосуд? В дырявый? В бумажный? Ну, в какой-то деревянный, который, ну, непонятно, что ли будет, с ним будет. Что ты сделаешь с Божьей благодатью? Он готов излить свой дождь. На кого? Я предлагаю вам взять пост и молитву. Я предлагаю, я побуждаю вас, церковь, у нас на следующее воскресенье причастие. Мы с вами, у нас каждое собрание, это у нас встреча с Господом, это наш энкаунтер. Но давайте это особенно, выделим это собрание. Я побуждаю вас, возьмите в среду, в четверг возьмите, когда вы можете. Можете, вам лучше в начале недели, давайте возьмите в понедельник. Ну, побуждаю вас, скажем, в четверг, чтобы мы, как церковь, и потом придите на молитву, детей в школу, а мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы и дети с нами хотя бы немножко помолились, каких-то 10-15 минут, хотя бы. Я побуждаю вас, друзья, если мы будем молиться, если мы будем смиряться, он восстановит эти сосуды. Он, если даже какой-то разбитый сосуд, помните, я говорил, а на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного. Тот, который столько раз падал, уже его столько раз склеивали, а потом говорит Господь, этот сейчас сосуд мне действительно нужен, он склеенный, он настолько прочный, Божьей силой, Божьей благодатью, то туда уже можно наливать илей. Он не останется стоять где-нибудь там в серванте за стеклом, а он будет нужен владыке на всякое доброе дело. Он будет передавать благодать тем, которые сегодня далеко от Господа. Поэтому, друзья, дорогие, я призываю сейчас к искренней молитве перед нашим Господом. Я как увидел вчера, как призывали люди, как даже Пенс призывал, говорит, мужики, молиться надо, каяться надо. И я вот вообще в эту неделю как-то рассуждал, как только на молитву одни женщины приходят, как только что-нибудь там решать дела, мужики собираются. На Библии написано, мужики, молитесь. Там вообще даже о женщинах не говорится. Почему мы, мужики, скидываем на женщин, чтобы они за нас молились? Когда мы, мужики, будем молиться, то и у женщин будет хорошая молитва. Не надо раскисать. Это не просто женское дело плакать пред Господом. Когда мужики будут плакать, я как увидел, как вайс-президент страны призывает мужиков молиться пред Господом и плакать, и поститься. Есть будущее в этой стране. Меня не пугает, ну, вот такие вот все женские трепетки, там, в сатанинские храмы нас приглашать. Это вся та шушера, она как, знаете, пчелы болеют такой болезнью, которая называется... Оно прилипает к крылышкам, они не могут лететь. Я забыл. Забыл, как эта болезнь у пчел называется. И там ставят муравийную кислоту, раньше такое было, не знаю, как сейчас. И когда они пролетают над паром, проходят над этим паром, то эта болезнь начинает отпадать. Когда церковь, она поднимет свои крылья лететь, они смирятся пред Господом, то вот эта вот вся эта шушера, она вся подсыпается, как от пчелиных крыльев, чтобы все это вот болезни. И я знаю, что церковь в Америке, она еще скажет свое последнее слово. Да, возможно, это последнее вообще во вселенной. Поэтому, друзья, чего нам бояться после этого слова? У нас встреча с Господом. Не только через веру, а лицом к лицу. Это вознесение. Это действительно... Это четвертая глава откровения. Это пятнадцатая глава откровения. Там нету покоя, а всегда только свят, свят, свят Господь Савов. Друзья, разве не стоит из-за этого смиряться, бороться? Разве не стоит за это жизнь всю отдать? Поэтому призываю, друзья, к искренней молитве. Иисус Христос знал, что делает. Он, не проигравший, Он нашел двенадцать. Он передал Себя этим двенадцати. Говорит, этого достаточно. Он посадил эту виноградную лозу. И буквально за считанные годы она разрастлась и покрыла весь мир. И растет до сегодняшнего момента. До сегодняшнего дня. И это, друзья, меня радует. И ты, брат и сестра, ты часть этой лозы. Передавай этот сок благодати другим людям. Не замыкай ее на себе. Не закапывай. Господь желает излить свою благодать через тебя. И склоняемся под Богом и молимся, церковь.